Всем привет! Я так к вам спешила с моря. Я какая-то смотрюсь такой прям чёрной, но я правда уже чёрная. Это такая загоревшая. Сегодня мы с вами будем разговаривать об абьюзерах. Те, кто со мной уже давно в курсе всех моих страшных историй про то, как у меня бывший муж был абсолютным абьюзером, похищал детей, которых я смогла забрать. Что, кстати, в нашем государстве не так просто. Ну, что-то просто, что-то непросто, знаете. И как начать новую жизнь. Нормально меня видно-то там. Слушайте, я прям такая чёрная на экране. Мне кажется, всё-таки по правде не такая чёрная. Видите, как я уже загоревшую, у нас там море уже. Ну что, поехали про абьюзеров. Дело в том, что у меня сейчас директ просто переполнен, особенно сейчас всколыхнулись. Ну, во-первых, детей продолжают похищать мужья. И у меня много мне и звонят, и спрашивают совета, как пережить весь этот ужас и как забрать опять детей. Вот. Красавица, спасибо большое. Вот, это первое. Ну, сейчас мы эту тему трогать не будем. Сегодня просто вот про то, как выйти из абьюзивных отношений. И, да, и второе, меня тоже многие спрашивают, как закончить вот эти вот абьюзивные отношения, где вы нашли силы, чтобы жить дальше, ещё и завести тут новый вот такой страстный роман. Как бы все смотрят на мои фоточки последние с Русланом. Ну, конечно, у меня сейчас просто пик любовь-любовь, такое очень романтично, всё красиво. И как, в общем-то, начать. Всё, всё, значит, там закончить, а тут начать. Итак, про абьюзеров. Когда я, конечно, уже всем объявила, что у меня похищены дети, что мой бывший муж абьюзер, то есть я всё это дело обнародовала, мне стали ставить диагнозы, что я жертва. Ну, на самом деле, как распознать вообще, да, абьюзера? Я вообще не жертва, я вам сразу скажу. Нормальный волевой человек, который, ну, жизнолюбивый, и никакой жертвенности мне нет. Потом ещё очень многие психологи, наоборот, говорят, что жертва абьюзера становится, наоборот, не жертва. Жертвами-то абьюзером как раз и неинтересно, а вот у меня сейчас нет никакого фильтра. Фильтра? Чего это такое? У меня кожа странная. Ладно. И говорят, что как раз-таки сильная волевая личность привлекает абьюзера, слабого абьюзера, который хочет сосать из неё кровь. Но дело в том, что здесь я тоже не совсем согласна. Сильная и счастливая личность привлекает не только абьюзеров, а вообще всех. Откуда берутся эти абьюзеры? Их много. Их просто-напросто много. Много неуверенных в себе мужчин, которые с психопатическими какими-то склонностями, которые не всегда себя могут контролировать. И при этом сразу этого никак не проявится. Например, вот видя мой второй муж, который похищал детей, который пытался меня, кстати, очень серьёзно подавить, и сосал из меня энергию нормально так. Когда он, например, со мной сошёлся, я была очень яркая, у меня была очень хорошая работа, я очень хорошо одевалась. Опять же, не забывайте, что как раз-таки у меня квартира в Москве была. И жила свою успешную жизнь. У меня был круг девчонок, я занималась танцами, и мы ездили везде по заграницам на шопинг. То есть уровень жизни был такой достаточно интересный, и я казалась очень сильная и яркая ему тогда, на тот момент. И, конечно же, никаких абьюзерских симптомов у него не проявлялось. Единственное, что там проявлялось, это, конечно, он был патологически ревнив. Он меня жутко-жутко ревновал просто ко всему, каждому столбу, каждому дереву, когда мы уже с ним сошлись. Но мы с ним, кстати, тоже не сразу сошлись. Мы ходили в фитнес-центр, большой компанией девочек, и они с братом просто с нами общались. И он очень долго выбирал себе девушку. Ну, то есть он был в поиске, конечно. И он там присматривал себе, выбирал. Потом я ему понравилась, он меня куда-то приглашал, я с ним просто не шла. Мне казалось, что он маленький, он младше меня на 9 лет, и я с таким не собиралась вообще общаться. А потом куда-то он меня пригласил еще в очередной раз, я ему отказала, и он исчез из моей жизни на год. То есть посчитал, что он мне не нужен, и исчез на год из моей жизни. И через год мы случайно встретились, и здесь вот закрутился уже страстный роман. Все девчонки его, вот из моей компании, все мои подружки знали, и никто, все думали, что это мягкий, нежный, хороший мальчик. И никто не знал, как мне тоже моя подружка написала, там Ира, вот, говорит, кто же знал, что у него столько говна? Ну, так вот мне подружка сказала. Да, никто не знал, мы не подозревали. И я же с ним тоже не просто так сошлась. Вообще, когда я подружкам сказала, что я говорю, знаете, я с Витей начала встречаться, да мы его вообще так не воспринимали, все-таки, говорит, как ты с Витей, что, зачем он тебе? Ну, конечно же, все мои подруги считали, что он мне не пара, что я крутая, а он какой-то не очень крутой, да? Ну, я уже начала его, как бы влюбилась уже, да, сначала. И потом тоже, знаете, иногда мне ревность признак патологического присвоения, как присваивает мужчина женщину, так присваивает и детей, поэтому надо остерегаться патологической ревности. Я абсолютно согласна. Но мы же влюбляемся, ревность льстит, да, там были, ой, как вауни, он как у меня ревновал, это так было классно, это даже как так, сначала это льстит, это весело, как он меня вынес, там, знаете, они приехали на базу отдыха, и он там со своими друзьями был, что мне на голове, я просто в море сейчас плавала, вот, и он, знаете, они там приехали, ну, мы на базу отдыха, они там со своими друзьями играют в волейбол, а там фолейболисты приехали, а там волейболисты приехали, и, знаете, и вот играют эти, значит, фейсбшники, они такие все маленькие, ну, метр восемьдесят, и там заходят волейболисты, группа там, я не знаю, они там в чем-то играли, и они, знаете, там все больше двух метров, и я такая стою, я таких никогда не видела, красивые такие, и я так, челюсть аж отпала, и, видите, значит, как увидел меня, как я застыла на этих волейболистов, смотрю, он меня просто схватил в охапку, на плечо, и вытащил, как раз был мороз, и снег меня в сугроб, ну, как бы это все в шутку перевелось, как бы это, мне было прикольно, что он меня на плече вытащил, вот этих волейболистов, ну, как, мы веселее, ну, это казалось сначала весело, а потом, и, вот, видите, какой он, ну, например, мягкий, когда ему тоже уже в суд, кажется, что он мягкий, видимость, у него очень тихий голос, он все время улыбается, знаете, такой, и ты его никогда не распознаешь, а вот эти вот абьюзивные все вещи начинаются тогда, когда ты входишь от него уже в зависимости, вот я забеременела, вот он уже стал со мной жить, вот у меня уже дохода нету своего, и я уже перехожу по деньгам под него, да, и вот здесь он начинает чувствовать власть, и вот тут вот все и проявляется, и начинает он тебя шпынять, и пытаться подавить, да так, чтобы, что мама не горюй, я как раз таки ему никогда не поддавалась, то есть я свои границы какие-то отстаиваю, и отстаиваю так нормально, что вот ему бесило, и, конечно, в конце концов он решил меня как-то наказать, сломить, и похитив моих детей, и все ждал от меня, чтобы я ему признавалась в любви, вы просто один в один пересказываете мою историю, и поэтому я не очень люблю, когда психологи вот тоже говорят, там, жертва притягивает, там, абьюзера, нет, он не притягивает, красавица притягивает абьюзера, ну, как я уже сказала, да красавица всех притягивает, я, кстати, когда была вот еще, ну, молодая была, сейчас я уже так, наверное, не притягиваю, как раньше, когда вот молоденькая, помню, была, там ко мне вообще тоже симпатичная же была, бомжи всякие подходили, я тебя хочу, помню, как за мной по вокзалу бомж бегал и говорил, я тебя хочу, это же не потому, что я его специально как-то притягиваю, просто молоденькая девочка, Я в университет ездила Вот за мной он бегал Не потому что там у меня внутри что-то там было Все просто Короче придурков полно Но что можно сказать Мне кажется Надо идти на отношения Радоваться что они идут А там уж как будет Дальше уж разберемся Дальше разберемся А что было дальше Дальше уже пошли у нас звоночки Руку он поднимал на меня Поднимал Но правда опять же Я не из тех женщин Которую руку подняли Вот То есть врезали меня А я там плакать начала Я достаточно спортивная Сильная Я сдачу могу дать И достаточно нормально Вот В общем сдачу я ему давала И дала так Давала так Что он Знаете там Короче я его всего истарапала Ну я что-то не умею И он пошел там побои Потом снял А мне там Танечка меня прости Я тебя люблю Ну что ты Моя надежда опора Ну вот извини Что я так Я был неправ Я был неправ Мне там на коленях ползал Цветы дарил Чтоб я от него не ушла А сам в это время Пошел и снял побои Чтобы потом Со мной вот разводиться И чтобы у него Против меня были козыри То есть вот такой Вот подлый тип Мне говорит одно А делает Другое Вот Но Плох тот Вот да Я тоже не жертва Но вот умудрилась Любиться в абьюзера Да мы вообще влюбляемся Опять же знаете Как и некоторые Куда ж ты смотрела И очень тяжело Отрезать его жизнь Жаль не знала тогда Что существуют абьюзеры Теперь знаю про них все Я тоже кстати Вот я читаю Таню Танк Таня Танк По-моему Да Бойся я с тобой Она инстаграм ведет Вот у нее кстати Вот по-моему Самые классные посты Она действительно Вот хорошо знает Эту тему Изучила Вот И Опять же Вот как говорят Ты не видела Звоночков что ли Да может я и видела Звоночки Ну простите Есть Как говорят В тиктоке Кекс Да Мы все увлекаемся Опять же Ну я не знаю Кто Вот действительно Вот так вот прям сидят Сидят и рассчитывают Ага Вот тут вот Что-то мне не очень понравилось Вот с этим я там не буду Тогда надо иметь Настолько холодную голову Да может мы увлекаемся Мы влюбляемся Здесь темперамент Какие-то притяжения Да Ты может быть уже видишь Что какие-то черты Там тебе не очень нравятся Ну а что Прям все Ты думаешь Ну Блин Вот это мне не очень нравится Ну в остальном Блин Так круто же И Ну не хочется уже Разрушать свою сказку Не хочется Да Хочется уже Ну думаешь Ладно Но опять же Вот знаете Как мы все привыкли Вот например Ну у нас там У всех есть претензии К родителям К братьям Сестрам Мы же не уходим От них навсегда Да Мы просто понимаем То есть мы все Выросли в социуме Понимаем Что все разные И что у некоторых Действительно Есть какие-то Свои недостатки Ну а дети Что у меня Дети что ли Идеальны Да тут бывает Такое вытворят Что хоть стой Хоть падай И ты думаешь Ой Ну Тут конечно Он не прав Ну мой же Мой Мой родной Ты понимаете Вот когда мы уже С ним живем И вот он допустим Что-то не так делает А потом тебя умоляет И говорит На коленях ползает Прости Прости Я так не хотел Ты думаешь Ну блин Мой же Вот да Вот как мы детей Прощаем Родителям своим Не придираемся И думаешь Что Ну не буду я Вот Благодарю вас Что поднимаете Эту тему И рассказываете Чтоб девчонки Не мульчились И уходили Вот про уходили Я ни в коем случае Не буду призывать Уходить Понимаете Плох тот Кто не хочет Спасти отношения Вернее Не то что Ну это неправильно Мы всегда Все до последнего Пытаемся спасти отношения И когда я увидела Например Я уже видела Что у меня муж Как То есть я родила Одного ребенка Здесь он Он начал себя Деспотично вести С Настей Ну я ему сопротивлялась Ну знаете как У него периодами У него вспышками То есть вспышка Потом полгода Может быть идеальной То есть он что-нибудь натворил Мы поругались Потом он старается Потом как уж вокруг Ты думаешь Ну вроде все рассосалось А потом Опять что-нибудь Вытворил Да И Конечно же мы пытаемся Спасти отношения А потом уже Ну опять же Дети достаточно У кого как Конечно Дети Бывает что Достаточно быстро Появляются Вот когда Ярославу я была беременна Тут у него конечно Вообще начала крыша ехать Потому что Нагрузка вырастает И вообще Я все время говорила После Как это сказать Депрессия После родовая депрессия Была не у меня А у него Потому что Вообще Когда он детей похитил То есть основная претензия Которую он мне говорил Это то что я ему перестала Внимание уделять Что я не хотела с ним спать Обнявшись Что я ему Внимание не уделяю Ну На самом деле Он мне так и не объяснил Своих действий Я так и не поняла Что он там родителям наговорил Я тоже не поняла Потому что Они так от меня детей И скрывали Лучше бы своему сыну Ремня дали И нормально воспитали его Как надо относиться К своей семье И к детям Ну как И он Получается так Что он Защищал всегда Не меня Не нашу семью Да Вот меня С моими детьми Как нашу семью А он все время Как бы был со своим братом И Со своими родителями То есть он маменькин сынок И он как будто бы Всегда защищал их А я должна была Подстраиваться Вот так То есть Пусть они приедут Ты тут готовь Убирай все дело И они тут будут Как в санатории Развлекаться То есть Мне как бы Это тоже не устраивало При этом он сам тоже Развлекается Как хочет А я Как обслуживающий персонал Должна была быть У них Вот Это тоже У них ко мне Претензии были На суде Что я их Не так обслуживала Как им хотелось На суде Они это говорили Так вот Ладно Я что-то Ушла В сторону И мы Значит И я не буду Призывать Он похищает Его случайно Мы Он же все Повез Он Я не могу С одной приятельницей Разговариваю Я говорю Мы в ресторан Тоже Сходили Все Конечно Органы Там Вообще Обалдели Там Он на меня Гадости Пишет Все А что вы думаете, в ресторане он мне Да Конечно, я самая лучшая Рассказывала мне, какая я умничка Красавица Вот, а например, одна Приятельница мне рассказывает, говорит, мы тоже так судились И тоже он там такие гадости На суде говорил, там все И во время этих судебных разбирательств Мы с ним еще и спали Вот они разводятся Он там у нее тоже пытался дочку Через суд отобрать, все А они в это время случайно Перепихончик устраивали, случайно Ну, у нас страстные такие отношения Это знаете И многие, конечно, официальные органы Они подозревают, что вы оба все-таки извращенцы Что вам нравится так ругаться Что вы так страсть друг к другу Подпитываете И поэтому не спешат вмешиваться Только поэтому И потом возвращаются Потом бывает, да, сходятся Вот люди настолько вот ненормальные Но все же с разными установками Вот, например, у нас тоже тут соседи живут Там живут мать и сын Как они ругаются Аж стены трясутся у нас дома И они привыкли Они ругаются так каждый день И я понимаю, что вот вырастет этот мальчик И для него вот так ругаться будет норма И ему это будет прикольно По-другому будет в его картинку мира не укладываться Понимаете, вот все люди разные Поэтому, нет Конечно, если люди сошлись И им правда обоим нравится вот так вот ругаться То почему нет Да ради бога То, что приносит двоим удовольствие То есть любые ваши извращения Развлекайтесь Но, например, мне подобные отношения Удовольствия не приносили И поэтому, когда он все-таки доказал Окончательно мне, что он Ну, как я посчитала, неадекватный Я детей забрала И, конечно же, смылась из Москвы Вот меня спрашивают Зачем общаться с ним? Ну, дети ему звонят Я не могу детей ограничить в общении Не то, что, на самом деле, они его не очень-то вспоминают Но я просто боюсь, чтобы у них не было психологических проблем Вот И периодически детки ему позванивают Либо он мне сам звонит и начинается У нас с тобой было очень много хорошего У нас же с тобой были отношения И я тебя так сильно любил Так сильно любил Вот это сейчас мне такие речи произносятся Вот И, значит, итак, что суммируем Абьюзера распознать вообще сразу нельзя Что бы там ни говорили Можно много читать психологов Можно слушать психологов Я, кстати, сама слушаю Тоже смотрю Думаю, как же я так пропустила Но я наивняк вообще Я людям доверяю Влюбляюсь Ну, такая Вот Да, конечно, патологическая ревность Желание контролировать Это всё присутствует Но когда мы влюбляемся Очень трудно жить с оглядкой Да, думать Вот здесь вот он что-то там у меня Мне не проконтролировать Вот он мне сказал Не одевай короткую юбку Что-то он меня уже контролирует Наверное, я его брошу и поищу другого Тоже ведь непонятно Ну, мы тоже бывает Что-то говорим без задней мысли Что-то можно скорректировать Где-то человек действительно скажет Что-то зря я тебе сказал Что не надевай короткую юбку Ну, как-то вот Я просто высказала Ну, хорошо Если тебе не нравится Больше так не буду говорить Да? Главное, чтобы был, конечно, Вот этот вот контакт Но никто не исключает Но никто не исключает того Что этот человек Не поменяется Тогда, когда вы родите ребенка Вот рождение детей, кстати Очень серьезный Спусковой крючок Потому что женщина меняется Она из яркой лучезарной красотки Которая там бегала, светила Дарила всем свою любовь Превращается Я не знаю Там, если нет мамок, нянек И если ребенок Не такой уж прям спокойный Конечно, она в основном Становится замороченная Там, не расчесаться Не переодеться И я не знаю, как там Со сном у вас Но я, например, становлюсь Абсолютно вся в ребенке Я очень люблю детей Я становлюсь в ребенке И поэтому он меня решил Этими детьми наказать Ну, ладно Но самое главное Когда, если уже решили уйти От него Привет, дорогая Вот Ира вышла Если от него уходить Вот точка невозврата произошла Ни в коем случае нельзя возвращаться Люди не меняются И вот он мне сейчас говорит Жду тебя в Москве И я понимаю, что он меня ждет в Москве С дубинкой Для того, чтобы добить Вот я приеду И он меня добьет Я считаю, что это просто опасно Вот Какие дела То есть не возвращаться Ни в коем случае Не жить без оглядки назад Ну, попала в такую ситуацию Ну и попала Действительно, много попадают Не надо надевать на себя белое пальто И как некоторые говорят Ну, со мной-то такого точно не произойдет Я-то хорошая, красивая Ему готовлю Там все Со всеми происходит И с хорошими, и красивыми И не с хорошими, и не с красивыми Я, кстати, с первым мужем жила 15 лет 15 лет Прекрасно Прекрасно мы прожили С первым мужем Ну, тоже свои проблемы Какие-то начались Ну, через 15 лет Но вот первый муж у меня, кстати, был Вот я за ним чувствовала себя Как за каменной стеной Действительно То есть надежное плечо На которое я могла опереться И, в принципе, могла и после брака После развода тоже опереться И сказать ему Ой, что-то там не то случилось И всегда То есть друзьями мы-то остались Где старший сын? В Москве В Москве со своим тоже отцом Моему старшему сыну 23 года И в Москве у них там свои дела Ну, первый муж Вот И Так Давайте Не уходить в сторону А то у меня получается Я хотела, знаете как Я хотела суммировать И все грамотно рассказать Сейчас время Мне уже марафон свой читать С девчонками будем сейчас заниматься Значит Что дальше Уходишь Уходи Уходя Уходи Не оглядывайся Очень важно себя любить И нести И быть счастливой Очень много Мне в инстаграме Меня потом Тоже мне писали Прям жалели Всем Очень часто В нашем обществе Кажется Что если у тебя нет мужика Что мужа ты потеряла Некоторые мне так писали Мужа ты потеряла Как же Вот как ты теперь одна Да потеряла И потеряла Ради бога Одно и то же Быть прекрасным Прекрасным Все кто Вот вы по профессиям У меня очень много Всяких профессий Профессий Вот Развода с первым мужем Ну он загулял Ему Сорок Как вспомнил Он сорок пять лет Это начался капец Начал гулять И я с этим не смирилась Сразу Вот Ну просто как-то Вот так хорошо Жизнь Так хорошо Жизнь пошла Что Загуляла Вот Да Ничего не надо терпеть Да Вот Ира пишет Забред Слава богу Ничего там терять было Вообще Да Вот Ира напиши Скажи что никто Не подозревал Вити абьюзера Потому что Многие начинают Мне там писать Что ты там Женщина жертва Нашла себе Мачо абьюзера Да прям Это тихий вообще Тип От которого Никто ничего Не подозревал Вот Уходишь Уходи Как нашли силы Уходить И от первого мужа Я очень даже Специально Прекрасно уходила Но Я еще очень Эмоциональный человек Я иду на разрушение Сразу Эмоционально Мне пофиг Что там будет Я думаю Что я решу И в основном Всегда все решаю С первым кстати Мужем Мы прекрасно Разошлись Мы с ним договорились Он оставил мне квартиру Себе правда Купил гораздо больше квартиру Но не суть Вот Ира пишет Да Никто не подозревал В тихом болоте Знаешь кто водится Да Ну вот Ира Тоже с нашей компанией Вот И Что дальше Уходя Ушла И потом Занимаешься Только собой Не в мужиках Вообще счастье Вот мне тоже Сейчас там Многие пишут Ой счастье Наконец-то Вам улыбнулось Вот так вот Хорошо Вот наконец-то У вас мужчина Это знаете Тоже Какой-то Мультик Ральф Против интернета Она Знаете Они там тоже говорят Она когда к принцессам Попала Там эта девочка Ну детские мультики Я смотрю Там мудрость Кстати такая А ты тоже вот Ты Тоже все считают Что когда ты нашла себе мужика Значит все в твоей жизни Сразу утряслось Там принцесса К этой девочке подходит Она говорит Да Она говорит Она принцесса Там знаете Там рапунцы Все Так и здесь тоже Мне сейчас тоже говорят О нашла себе мужика Ну все Все в твоей жизни утряслось Да у меня в жизни Сразу все утряслось Как я с Витей разошлась И я была кстати Абсолютно счастлива Я не была в поиске И если бы я была Несчастлива И у меня было Все не утрясенное То никакого бы Руслана Я честно говоря Я бы не нашла Понимаете Если бы я была жалкая Говорю Мужика Мне дайте Дайте мне мужчину Я уже жить не могу Не было бы у меня Никакого мужика У меня прекрасная работа Я себя с детьми Прекрасно чувствую И мне в общем-то Это никто И не нужен Вот И вот такие женщины Как раз и привлекают мужчин Ну и выбрала я себе Такого Который мне прям Очень-очень понравился Вот Кто-то без мужчин Себе чувствует отлично Да Надо себе Нет А обязательно Надо себя без мужика Чувствовать отлично Обязательно Отлично Уверенной Любимой Уверенной Вернее Любимой Самой собой Свободной Счастливой А мужчина Тогда Достойный Притянется А если Чувствовать себя Без мужика Плохо И думать Что Ой Я сейчас пропаду Без мужика Ну это вот Как раз В абьюзера И притянется Который будет Потом над вами Ездить И издеваться Вот Так что Ну да Дело конечно В кексе Как говорят Кексы Ну можно Я думаю Какие-то варианты Всем придумать Все мы Люди Кексы Печеные Любят Все Ну Как-то Как-то Придумать Обойтись Да Вот тут Такой же Еще Момент Ну Что делать Что делать В жизни Мы же все-таки Не животные Я имею ввиду Что некоторым Он вообще Не нужен Ну Нет Я думаю Что нужна Пара всем Я думаю Что пару И Солмейт Да Друга Для души Да Как сказать Ищут все На самом деле Все Хотят Ну Большинство людей Да Не исключенных Конечно Хотят Просто Здесь другие Уже страхи Вот как я Одной Девчонкой Конечно же Она хочет Парня И вот Она на массаж Просто ко мне Ходила Она уже 9 лет одна 9 или 8 Она настолько Испугалась И я говорю Да пора уже Давай на свиданки Она говорит Знаешь Я Как-то Не готова Ну Как-то Просто Уже Страшно Она не может Перебороть Но Перебороть Надо Я кстати Я кстати Неоконченная Высшая У него Он еще не закончил Не знаю Будет заканчивать Нет Он сейчас В академии В плешке Он учился Сейчас вышел В академии Мы посмотрим Надо Это Не надо Вот И Вот Я думаю Что всем Нужен Просто Есть страхи И желания Я когда Пошла На первое Свидание С Русланом Там Фит Ну Фит Хэппи Мама Сокращенно Отношения У меня Хэштег Там есть Я например Тоже Не хотела Уже На него Ити Я себя Выпнула Насильно То есть Я просто Не думая Пошла Я кстати Ой В этой кофточке Я пошла Вот с такой Гулькой И не накрашенная Просто вышла С детьми Ярик спал В коляску Мы его с Настей Положили Вот И вышли И с детьми Тут первое Свидание Я вообще Не думала Ни о каком Я и причем Я думала Что я его вижу Первый Ну там Первый Последний раз В жизни И я ему Там тоже Там Наболтала Ерунды Всякой А он оказался Бесстрашным Я думала Что он испугается А Вот Так что Надо себя Конечно Немножко Выпинать Ну Выгонять Себя На Надо все-таки Идти На свиданки Ходить Опять же Вот знаете Как идем Как по тонкому льду Пока хорошо Ты идешь Вперед А когда Когда Вперед 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 Идешь А раз тут Лед проваливается И что-то не очень Хорошо Тогда назад Вот Вот и так Надо Наверное В отношениях Как вы Познакомились Не знаете Мне надо Сейчас Эфир Все-таки Заканчивать Там у меня Есть хэштег Я его В посте Предпоследнем Указала Да Я с детьми Пошла на свидание Познакомилась Я с ним В тиндере Очень интересно Давайте Следующий эфир Я расскажу Вот Давайте Я в следующий эфир Выйду И расскажу Прям Я на самом деле Рассказывала Могу почаще Выходить Рассказывать Вот Там Все тоже Очень романтично Я же говорю Сейчас Прям Такая любовь Любовь Все хорошо Дай бог Чтобы Все было Всегда хорошо А то У меня некоторые Начинают писать Что этот союз Недолговечный Но Наша жизнь Она вообще Недолговечна И человек Источник Неопределенности И Как Жизнь Источник Неопределенности Живем И радуемся Идем Вперед Как можем Так что Давайте Сумерим Нифига Абьюзера Не опознаешь Никогда Второе Когда Звоночки Знаете Как бы Мы Все таки Стерпливаем Как правило И я Не могу Сказать Что если Там маленький Звоночек К нему Надо прям Прислушиваться Ну Вот отношения Все таки Я считаю Что надо Спасать Стараться Ну а как Как по другому Что мы Вообще Роботы Какие то Что ли Ну Бывает Да Что там Вляпаешься Уже Так что Мама Не горюй И ждать Конечно Точки Невозврата Я конечно Дурацкую Точку Невозврата Допустила Но он Не обманывал Потому что Тут детьми Прям риск Получился Но главное В это Болота Не войти Второй раз Вот Потом Что Точка Невозврата Произошла Произошла Тогда уже Никогда Не возвращайся Выйти надо Из этого Максимально Достойно Себя Любя Не унижаться Ни в коем Случае И Защищай Своих Детей Мама Должна быть Счастливая Вот еще Какая мысль Вот Если мать Несчастливая Вот У меня Например Настя Ярослав Они очень Сильно Эмоционально На моей волне Если Стоит Мне как-то Начать Переживать У меня дети Вообще Начинают Капризничать Себя плохо Вести Это какой-то Кошмар Мне надо Причем Малейшие Мои Душевные Какие-то Состояния Они очень Хорошо Чувствуют И могут Даже Заболеть Если Я Переживаю То Детям Это все Серьезно Передается Я могу Виды Не показать Дети У меня Будут Страдать Поэтому Мама Должна Быть Счастливая О своем Душевном Состоянии Всегда Заботьтесь Мне еще Очень часто Пишут Мне некуда И тем Но Есть Все-таки Кризисные Центры И там Насколько Я знаю Помогают Очень Хорошо И спрятаться Можно В кризисный Центр Да Не возвращаться Если Будет Сильно Уговаривать Обычно Уговаривают Все Вот По-другому По-моему Не бывает Вот Сколько Мне Пишут У меня По опыту Много Общаюсь На эту Тему Уговариваю Обычно Они возвращаются И уговаривают Вот Потом Что еще Не возвращаться И дальше Быть счастливой Заниматься Дальше С собой Вот Быть счастливой Строить себя Как личность Выстраивать Свои отношения Тогда Хорош И Знаете Я еще Кстати Всегда говорю Афирмацию Мое сердце Открыто Любви Вот У меня Всегда Эта Афирмация Мне Помогает Вот Мое сердце Открыто Любви Я Открыто Любви Я Открыто Любви И Тогда Любовь Притягивается И Все Дай Бог Будет Хорошо И Ни В коем Случай Не тащить Себе За собой Вот Этот Груз Прошлых Как С прошлого Негативного Опыта Потому Что Иначе Он На новую Всю жизнь Себе Испортишь Если Будешь Думать Ой Здесь Он Что-то Вот Тут Поступил Вот Как Вот Так Не Произошло Не Перестраховываться Как С чистого Листа Жизнь Начинать И радоваться И счастливой Вот Мое Мнение Такое Не Психолога Вы Вы Получаете Алименты На детей Да Я Мы Не Судились С Витей Он Платит Ну Я Сама Там Ногами Выбивала Конечно Из него Просто Но Я Сейчас Самая Красивая Самая Хорошая И Возвращайся Поэтому У нас Никаких проблем Нет Он Платит Алименты Вот Сейчас Что-то Даже Я ему Последний Разговор Помыла Мозги Что Давай Канаде Я жду Детям Еще Который Детей Похищал Сейчас Он Он Войну Прекратил Вроде Как Вот И Пытается Наладить Хорошие Отношения Со мной И Платит Он Сейчас Платит Вот Вот так Ну Какой У него Выход Все Всем Счастливо У меня Начинается Марафон Блин Хотела Перекусить Ладно Если Что Вопросы Пишите Я Буду Постараюсь Чаще Выходить В эфиры Вот И Всем Удачи И Желаю Жить В любви Счастье И радости А другие Суды Которые Были У нас Была Куча Судов Штук Десять Наверное Я уже Сейчас Не скажу И апелляции Я все Выиграла Ни одного Суда Он не Выиграл Его Родители Не хотят Видите Нет Они Даже На суде Потом Когда Приехали Говорят Они Говорили О том Что Эти Дети Мне Как будто Других Дел Нет Мать Говорила Не нужны Эти Дети Были Сто Лет Они Просто Мне Хотели Сделать Казу На Вертолете В общем Как обычно В таких Ситуациях Дети Нужны Матери Те Те Хотят Матери Что-то Отомстить Что-то Доказать Бьют По слабому Месту По детям Других Вариантов Нет Как правило Так Дети На самом деле Это же Тяжело Воспитывать Кому Не нужны Мать Пусть Это тащит Вот А так Все Всем Счастливо Красоты И счастья И Уверенности Себя Любите Всем Да И я тоже Себя люблю И Помните Ощущение Счастья В душе Это Тоже Все Красоте 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 Блин Я черная Я правда Хожу на море И вообще Уже Чернушка Пока